Работаю в компании ЦИАН. 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 Катерейб Beautif先 укус открыв, как лежит. Можно посмотреть, вытащить, покрутить, понять, чего не хватает, откуда что собирать. Это где-то η 10% graciail. Далее, что мы со всеми разобрались, откуда что где есть. Нам нужно собрать. Собрать зачастую не из нашего источника что- şur к тому Canada echt group как прикольной локации все audiobook жест mickey, 거� Cai Levifiki это видео. Его понимаете, что время lên, adalah спу More e reversan Go c. Оно ю Gotcha, значит, собрали вот это вот все огромное множество данных, по ним надо построить фичи. Ну, это вообще такой творческий процесс, об этом тоже очень много все рассказывается. В целом надо и domain knowledge какой-то иметь, то есть понимать, что за данные, от чего, что зависит. Ну, и есть всякие разные автоматические методы, как это можно вытаскивать. Опять же, сильно много на это я расстануться не буду. После этого вот это наша любимая часть, маленькая, которой все хотят заниматься, но у всех на это ни фига не хватает времени. Собственно, построить модель, все тестировать. Опять же, куча времени уходит на деплой, если мы говорим о каких-то моделях, которые особенно работают в реалтайме. Ну, и потом есть некоторый пост-анализ. Ну, а почему то, что мы задеплоили, вообще нифига не работает? Давайте разберемся. Собственно, когда разобрались, мы идем назад, опять собираем данные, опять собираем фичи. Наверное, следующая итерация уже меньше. Но, тем не менее, как правило, ни один проект за одну итерацию все-таки не сходится. Либо сразу получается вообще не то, что хочется, либо, ну, недостаточно, либо просто есть понимание, да блин, да можно же в два раза больше, вот пока делали, разобрались. Теперь давайте разберемся в деталях. Какие задачки Data Scientist здесь предстоит решать? И поймем, где можно, собственно, выиграть эффективность. Значит, изначально это всякие тхок-запросы. Вот когда нам пришла задача понять, где лежат данные, что в них, что как. Те же самые тхок-запросы будут в конце, когда мы будем разобираться, почему ничего не работает. Ну, либо просто будем оценивать качество, как это все получилось. После этого у нас есть большое количество разных распределенных вычислений. Когда, соответственно, вот перед нам вот эти логи джессонов на несколько терабайт. Давайте вот это все теперь, значит, разгребем. После этого, соответственно, уже идет построение модели, про которую я буду, ну, я буду вот в основном про инфраструктуру. Именно вот про построение я практически ничего не буду рассказать. Ну, и после того, как модель, собственно, наша уже построена, ее нужно задеплоить, замониторить, проверить, что у нас хорошее качество. Ну, и если вдруг что-то сломалось, оперативно на это дело реагировать. Соответственно, вот три основных пункта, на которых я буду останавливаться. Начнем мы с AdHoc, как эффективно использовать Юпитер для этого. Потом разберемся со сбором фичей по испаркам. Ну, и чуть-чуть я в двух словах скажу про разные лайфхаки, про построение модели. Про деплое, мониторинг мы сегодня вообще ничего не затронем. Значит, для того, чтобы у нас была все-таки реальная какая-то такая модельная задача, давайте предположим, что вот у нас на сайте, не знаю, кто видел, есть рекомендательный сервис. Заходите в карточку объявления, вам говорят, а вот есть еще, посмотрите, так же, похожие. Предположим, что работают они у нас, может быть, не очень, а может быть, просто мы хотим их переделать. Вот мы будем заниматься тем, что будем переделывать такую задачку. Нам нужно сделать рекомендательный сервис, который дает нам максимум звонков, ну, наша цель, да, давать эффективность. И при этом мы хотим, чтобы рекомендации все-таки были персональные, да. Ну, если я все время смотрю какую-нибудь там, не знаю, один, типа, квартир какой-нибудь там, двушки в каких-нибудь тушина, то там и при этом случайно зашел там посмотреть что-то другое, то все-таки все равно мне показывались вот именно что-то ближе к этим двушкам там в тушина, а не та случайная, те случайные апартаменты ОКО, которые я решил так посмотреть, ну, вот в этом, в Москву-сити для интереса, а как же люди живут. Ну, потому что понятно, что в этом случае похожие объекты будут мне совсем неэлевантны, вряд ли туда перегон. Итак, первая часть. Собственно, idhoc-запросы, Юпитер и все, что с этим связано. Многие знают, что вообще в Юпитере можно настраивать, что при запуске есть список библиотек, которые, ну, или любой питаниящий код, можно запускать при запуске любого ноутбука. Про это очень многие знают и очень мало этим, кто пользуется. Вот, соответственно, рекомендуется все-таки на эту тему подумать и подумать, что туда запихать. Вот пример того, что запихивается у нас. Во-первых, это все стандартные библиотеки, которые используются. Понятно, что все используют, кто занимается Data Science, Pandas, NumPy, тут даже никаких разговоров нет. Почти все используют Modplotlib, ну, либо Seborn, что-то для рисования графиков. Есть какие-то стандартные вещи, типа реквеста, джессона, разбирать данные тоже. Вот у меня это всегда запущено по умолчанию. Дальше есть очень удобные штуки, такие как Magic. Magic, это, соответственно, они бывают либо для строчки, либо для целой ячейки. Это некоторая произвольная функция, которая работает с этим кодом. Один из маджиков, который хочется, собственно, порекомендовать использовать, это SQLMagic. Он позволяет нам выполнять SQL-ные запросы прямо внутри Юпитера. Ну, как обычно происходят люди с SQL-ными запросами, да, вон там открываем какой-нибудь GUI-шный клиент, пишем там запрос, выгружаем куда-то CSV-шку, поднимаем ее Pandas, еще куда-то скопировать ее, наверное, надо при этом, если вы на сервере работаете. Куча времени уходит. Соответственно, хотим время экономить, работаем с SQLMagic. Правда, есть одно замечание, что вот только что до доклада я тут зашел на репозиторию SQLMagic, его делал Pivotal, последнюю версию, а Pivotal перенес его в проект Deplicated. Но чем заменить не знаю, поэтому настоящему джедаю, наверное, Deplicated не очень важно. Можно после. Собственно, давайте по нему посмотрим. Ну, это некоторый базовый конфиг, который можно поднимать по умолчанию. Мы для того, чтобы делать какие-то Ad-hoc, используем в основном Pre-Esta, но также через SQLMagic можно легко запускать и Spark, Hive, ну, более-менее все, что угодно, что работают через SQLAlchemy. Вот абсолютно простой модельный пример. Есть какая-то дамми-табличка. Пишем ячейку, в которой read SQL, куда записать в такой-то DataFrame, такой-то запрос. Все выполнено, сочеталось. Давайте теперь посмотрим на примере того, что мы хотим. Вот мы хотим построить рекомендательный сервис. Ну, прежде всего, наверное, у нас есть какая-то табличка с действиями пользователей. Туда-то они звонили, туда-то они хлопали, ну, раскрывали какие-то карточки. Еще какие-то варианты действий. Может быть, в чаты какие-нибудь писали, или еще что-то на нашем сайте, в избранное добавляли. Много. Хотим понять вообще, сколько у нас выбросов всяких в данных. У нас бывают роботы, которые ходят, много всего тыкают. Бывают, наоборот, люди какие-то, которые один раз зашел, но, наверное, их не обязательно учитывать. Но случайно он перешел там с поиска. Соответственно, хотим посмотреть, сколько вообще действий на пользователя есть. Вот простейший пример. Есть табличка actions, что-то в ней там записано. На однишнем клиента считаем количество действий. Смотрим сразу через наш же, соответственно, любимый пандус, что количество пользаков, у которых больше 500 действий, минимальное в данном случае. Но здесь есть еще очень полезная штука. Для этого запроса, если вы видите, тут query executed и 0,92 минута. То есть она меньше, чем за минуту у меня посчиталась. А могут быть запросы, в которых оно будет считаться часами. Час, два, сколько угодно. Но понятно, что мы тоже за эффективность боремся, не хочется сидеть, что же там, когда же мой запрос выполнится. SQL Magic умеет отправлять push в браузер. Отправили запрос, ушли работать в любое другое место, выполнился, все, пришел push, пошли работать с данными дальше. Тоже, кажется, суперудобная функция. Ну, на самом деле, как там спойлер, можно использовать разные мэджики, в том числе их писать, которые вам будут писать в Slack, Telegram, куда угодно, чтобы то же самое происходило. Ну, соответственно, опять же, тхок-запрос построили, построили график, он у нас сразу все получается в Pandas. Можем посмотреть, что у нас в основном там действий, ну, меньше сотни. Тех, кто больше 50, тоже. В общем, довольно мало. Бывают другие вещи. Бывают те, что через SQL вытащить сложно. Ну, предположим, например, что мы не знаем, в базе данных у нас нету, кто у нас пользователь платный, а кто не платный. Ну, понятно, что у нас люди вообще деньги платят за то, чтобы их объявления смотрели. И, наверное, все-таки рекомендательный сервис лучше делать так, чтобы эффективность была побольше у людей, которые нам бабки заплатили. Иначе не очень понятно, за что не платят. И платить перестанут. Вот пример, как можно вытащить платный или не платный. У меня еще одна вещь, которая важная записана в конфигах Epitone, это разные функции, которые я все время использую. Вот, например, реально у меня есть функция getPackage, которая говорит мне платный или не платный пользователь. Соответственно, что можно сделать? Можно взять dataFrame, который мы считали по пользователю количество действий. И для каждого пользователя применить эту функцию. Здесь есть еще важный лайфхак, что обычно, когда мы это делаем в Pandas, через просто, через Apply, абсолютно непонятно, когда эта вся фигня выполнится. Если мы написали какую-нибудь сложную функцию, которая делает какие-нибудь такие вот сложные вычисления с нашим dataFrame, может это занять очень много времени. Для того, чтобы было видно прогресс-бары, есть очень классная штука под названием TQD. Вот она, соответственно, позволяет вот такой вот прогресс-бар нам выводить. Вообще, если у вас есть возможность смотреть за прогрессом, как в парке, так и в питоне, всегда очень полезно, несмотря на то, что кажется, что ну ладно, когда это все равно выполнится. Кроме того, TQDM также позволяет не только для Pandas, а просто для произвольных вычислений это делать. Ну, здесь вот абсолютно такой банальный пример. Я сделал там sleep, чтобы показать, как он вообще работает. Но мы для ad hoc крутим какую-нибудь более сложную штуку. Хотим там в Pandas посчитать, не знаю, какое-нибудь количество процентов действий на пользователя. У нас там большая таблица. Вот тоже написали прогресс-апплай. Можем примерно понимать, когда оно закончится, когда-то между вкладочками перещелкиваемся и смотрим, что происходит. Ну, как off-top не относится к этой теме, что эту штуку можно вообще очень много куда прикручивать. И она действительно очень хорошо помогает. Например, в Keras она уже прикручена. Есть callback для Keras. Ну, если кто не знает, Keras это штука, которая позволяет строить нейроночки. Это такая очень простая библиотека для построения нейроночек. Прямо всяким простым функционалом. Вот если вы строите большую сетку на Keras и при этом делаете это в ноутбуке, то стандартный output рано или поздно ноутбук уронит. Потому что он очень тяжелый. Что он там под капотом выводит, абсолютно непонятно, но рано или поздно ноутбук подыхает. А вот такудеймовский callback, он позволяет вот таким красивым, вот это, собственно, скриншот с их сайта, таким красивым образом выводить эпохи обучения модели. То есть у него есть сначала эпохи, а потом внутри каждой эпохи, соответственно, итерации. Собственно, теперь чем мы научились? Мы научились достать данные, покрутить их, разобраться где что как есть. Научились что-то более сложное там по ним посчитать. Теперь, собственно, мы понимаем, что как делать. Надо собирать данные. Для этого я предлагаю использовать Spark. Ну, для тех, кто не знает, я сначала в двух словах расскажу, что это такое, а потом уже перейдем тоже к лайфхакам и разным примерам. Значит, что такое изначально Spark? В Spark есть такая штука, как RDD. Значит, RDD — это фактически распределенный массив. У нас есть массив. Пишем простую функцию, которая раскидывает его по тем тачкам, где наш Spark запущен. Если он у нас запущен на огромном классе, то значит, оно туда как-то раскидается. Вот здесь модельный пример, когда мы берем массив из 10 элементов, говорим Spark, раздели его на 5 частей, раскидай куда-то. Он берет и раскидывает. Есть функция, например, у RDD. Есть у RDD, например, функция GLOM, которая позволяет внутри каждой партиции, то есть он разбил наши 10 элементов на 5 частей. Вот эти каждые части схлопнут до одного элемента, сделать из них лист элементов. Вот мы делаем GLOM и говорим, давай верни нам в мастер. Он возвращает, и мы видим, что поскольку у нас все из локального питона выгружалось, то он как раз наш массив из 9 элементов разделил на 5 равных частей по 2 штучки. А на самом деле они могли быть абсолютно на разных тачках даже раскиданы. Вторая штука, которая есть у Spark, и на самом деле которой пользоваться лучше, это DataFrame. DataFrame — это распределенная таблица. С одной стороны, это таблица, которую можно использовать как таблица. С другой стороны, это можно понимать как распределенный массив элементов типа row. То же самое RDD от row. Зачем вообще лучше использовать DataFrame? В DataFrame, в отличие от RDD, заданная структура того, что там лежит. То есть в RDD мы можем запихать просто вот что угодно практически, что можно запиклить. Spark не будет нифига не понимать, что там происходит. Ну, тут у него лежит какая-то запикленная фигня, ну, что с ней делать, непонятно. Здесь у него понятная структура. Здесь вот есть строка, здесь есть begin какой-нибудь, здесь есть timestamp. По ней можно писать SQL-ники. SQL-ник не будет вообще использовать Python. Он будет работать чисто на, соответственно, там, GVM будет работать намного быстрее, стабильнее, лучше. Ну, а потом, как я покажу, можно туда, в принципе, Python еще подмешать, поскольку погодить нам все равно хочется. Но стабильность от этого, конечно, упадет. Соответственно, таблицы Spark можно вытащить либо из локалки, либо взять от какого-то источника. Например, вот здесь там из Hadoop. Вот в Hadoop есть табличка, бери ее как DataFrame. Можно также в любую там Cassandra, Elasticsearch, любую базу данных, чего угодно. Теперь, что нужно для того, чтобы Spark у нас удобно работал. Очень часто бывает, что народ каждый раз такой написал один раз конфиг, такой там строчка на 20, как поднимать Spark под себя какой-нибудь. И в каждую ноутбуку, короче, этот конфиг хреначит. Получается, в общем, ну, не очень тоже, да, там, тема. И переносится лишняя, и, ну, некрасиво, временно штратится. Значит, прежде всего, надо понять environment. Что нужно в environment? В environment нужно, где, собственно, Spark лежит, какой нам нужно сейчас использовать. У нас в Hortonworks, ну, в CloudLine на самом примерно то же самое. Там важный лайфхак, что всегда указываете, когда работаете именно с Юпитером, путь до current версии. Она обычно там с Simlink есть. Потому что, ну, раз в полгода уж точно все эти дистрибуты и апдейтятся, если вы регулярно вместе с ними апдейтитесь, то потом у вас все время будет где-нибудь подцепляться старые версии, и все будет черти как. Spark все-таки достаточно динамично выходит новый. Нужно добавить, чтобы в Shell были доступны спарковские команды. Там есть очень классные штуки. Например, в Shell можно запустить Spark и SQL. Прямо вот одной команды, и фигарить в Shell и SQL, он будет поднимать Spark очень удобно. Указать версию и указать, какой Python использовать. Когда мы указываем, какой использовать Python, на самом деле, штука такая, что, ну, когда у нас много разных проектов работает, можно указывать туда не прям конкретный путь до userbin Python, а путь до environment, который мы используем. Ну, потому что понятно, что в разных проектах могут быть разный набор библиотек, в том числе конфликтующие. Теперь, собственно, про конфиги и немножко лайфхаки. А теперь у нас на нашем кластере работаете не вы один, а много народу, человек 10. Какая обычная у народа при этом происходит боль? Пришел какой-нибудь децентист на работу, открыл ноутбук, поднял Spark, занял Spark пол кластера и ушел. Хорошо, если на обед, хуже есть пиво пить. Пол кластера занято, Spark ресурсы не отдает, никто больше работать не может. Для того, чтобы этого не случалось, есть Dynamic Resource Location. Dynamic Resource Location отличается от статического, то есть есть два режима. Статический, столько-то ресурсов хотим, ни больше, ни меньше. Динамический нам надо чуть-чуть, но можем попросить больше. Вот статический очень хорош для долгих джобов, например, когда мы очередь постоянно обрабатываем. Вот мы знаем, сколько нам надо, запустили, все, не трогаем. Динамический хорош как раз для ad hoc, то, что мы используем, когда работаем с данными. Он может сначала начинать даже с одного экзекьютора, а потом занимать до хоть сто. Опять, больше не нужны, забрали. Единственное, здесь есть проблема, это вот параметр Dynamic Resource Location. Что Spark чем хорош, вообще почему его любят Data Scientist и в том числе, почему он много отжал, MapRedius, Теза и всего прочего. Ну, правда, Тез позже появился, неважно. Он может поднять в память достаточно большой объем данных, а потом по этому объему данных несколько раз проходить. Очень классно, очень полезно, закушировали таблицу, бегаем по ней. Все счастливы. Только проблема в том, что после этого, даже если включен Dynamic Resource Location, Spark эти ресурсы не отдаст. Говорит, а у меня данные в памяти не, вот это я не отдам. Ну, и опять же, у нас Data Scientist ушел пить пиво, а пол кластера занят. Чтобы этого не происходило, есть еще второй параметр, который по умолчанию выключен. Он говорит, через сколько отдавать ресурсы, если контейнер не используется, но есть закешированные данные. Вот по практике очень полезная вещь для того, чтобы у всех в Юпителе эта функция, эта штука была включена, потому что иначе рано или поздно кто-нибудь все сожрел. Что еще есть? Еще есть такая штука, значит, как у нас работает Spark, на нодах. Он работает через GPipe. Это связь между GVM и Python. Какие в этом есть проблемы? Ну, на самом деле проблема в том, что хреново отрабатывает GC. И периодически у нас память в Python начинает копиться, и рано или поздно ярно наш процесс убивает. Потому что мы говорим, что все, память кончилась. Несколько раз происходит, application умрет. Чтобы этого не происходило, можно выключить Python Worker Use. У меня он практически всегда выключен. Эта штука отвечает за то, чтобы когда начинается считать следующую задачу, у вас задачка разбита на много маленьких частей, когда обрабатывает следующий процесс, переиспользовать Python Worker или поднять новый. Она по умолчанию включена за тем, чтобы не тратить время на переподъем. Если у вас большая задача, то, ну и как бы она разбита на много больших частей, то переподъем Worker это о малое от того, что у вас остальное работает. Вы абсолютно никакого оверхеда вообще на этом не увидите. Соответственно, отключаем эту штуку, стабильность намного возрастает, время выполнения практически не меняется. Последние две вещи. Это, соответственно, порт. Если мы Spark, можем запускать, если у нас некоторая стоит отдельная тачка от кластера, на которой мы что-то считаем, можем запускать в двух режимах. На кластере задачу либо локально. Локально тоже бывает очень полезно, потому что, например, может быть, что какие-то файлы у нас лежат локально на машине, но их нет в HDFS. Мы взяли, мы откуда-то там что-то скопировали. Хочется их локально обработать тоже параллельно. Ну, а как бы уже раз привык писать этот код на Spark, то переписывать на какой-нибудь мультипроцессинг, и да ну нафиг. Соответственно, чтобы мы могли зайти в Мордус парка и увидеть, как что происходит, какие джобы сейчас выполняем, какой план запросов, все вот это безобразие, нам нужен UI-порт. Когда через Ярн, он это пока, он пробрасывает это в Ярн, все понятно. Здесь, соответственно, можно руками прописать порт для себя и понимать, что когда-то запустил LocalModi, вот у меня на таком-то парте сразу здесь какую-нибудь закладочку заложить. Заходите. Последняя очень полезная вещь это изначально подкинуть дрова. Мы же с вами сейчас будем решать задачу, как собрать данные. Данные у нас могут лежать в черте где. В каком-нибудь Пасгрессе, Хадупе, Кассандре, Эластики, еще и вот отсюда их надо будет вытянуть. Мы это можем сделать, причем в одном Spark-контексте. Здесь вытянули, здесь, 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 все это переджойнили, положили куда-нибудь в Хадуп. Для того, чтобы это было, нужно подключить джарники. Ну вот, соответственно, у нас по умолчанию включены HBase, Кассандра, Эластик, еще что-то. Вот и все туда закинут, просто чтобы не думать. Ну, конечно, шевер-хет тоже небольшой есть, но не очень страшно. Теперь, собственно, переходим к задаче сбора выборки. Значит, что у нас есть? У нас есть та же самая табличка Action, с которой мы с вами говорили, да? Пользователь, время, когда он совершил какое-то действие. Собственно, что это за действие? В данном случае я привел всего два. Открыл карточку объекта, нажал кнопку позвонить. Ну и объект, собственно, на котором это произошло. Мы хотим с вами построить рекомендательную систему. Ну, как в самой простой версии это вообще может быть сделано. Мы можем собирать, начать собирать юзер-майт и матрицу. Тут наверняка все, кто хоть как-то с дата-сайенсом про это все дело слышали. Собираем матрицу. Есть, значит, у нас по одной графе пользователи, по другой графе объекты. И ставим какую-то релевантность между пользователями и объект. То есть, если у нас пользователь раскрыл карточку, это, наверное, хороший сигнал, что ему интересно. Но, опять же, если вы долго-долго смотрели квартиру в Тушино, открыли какой-нибудь апартамент и ОК в Москва-Сити, вряд ли вы туда звонить будете. А вот звонок это реальный сигнал, то, что вам вот прям вот это вот нужно. Соответственно, мы можем за звонок поставить некоторый большой скор, за раскрытие карточек не очень большой. Опять же, какие цифры, как все, я сейчас касаться не буду. Это вот отдельная тема, которой очень много по рекомендательной системе написано, какие алгоритмы используют. Соответственно, что происходит дальше? Дальше у нас приходит новый какой-то пользователь. Вот он открыл у нас там два объекта, 2 и 14. Мы хотим подобрать ему какой-то объект, который ему показать. Ну, мы можем это сделать разными алгоритмами, ну, вот здесь, например, логично предположить, что, ну, мы ему покажем, например, 5, потому что вот у последнего пользователя был очень похожий набор, что-нибудь такое. Собственно, на самом деле, можно вот это все собрать, да и задепловать. В чем проблема? Ну, проблема, например, в том, что мы абсолютно не понимаем, а какое будет в реальности качество работы этого безобразия. как его оценить, как это оценить, как сравнить с тем, что делает текущая рекомендательная система, если она уже у нас есть. Давайте вообще посмотрим, как у нас задача вообще строится. Задача вообще строится так. У нас есть последовательность действий пользователя. В какой-то момент он зашел на карточку какого-то конкретного объекта, и нам там нужно показать рекомендации. Что мы в этот момент знаем? Мы в этот момент знаем историю пользователя до, но если это прошло давно, то мы уже после этого постфакта мы уже узнаем, что же он потом смотрел. И фактически нам нужно, зная историю, предугадать то, что он потом ему будет вообще интересно. Кроме того, есть другой вариант. Если у нас рекомендательный сервис уже работает, то вполне вариант, что в момент просматриваемого объекта мы ему уже что-то показали. И нам может быть интересно, например, что из этого он ткнул. Ну, потому что если мы это знаем, дальше мы можем самыми классическими методами классификации обучиться, что было интересно, что было неинтересно. Для этого история нам тоже нужна. А вот теперь давайте подумаем, а у нас теперь очень много вот этой огромной таблицы, там, actions, да, какой-нибудь миллиард строк. А как вот это все безобразие собрать? Ну, что первое приходит в голову? А давайте сквильный запрос зафигачим. Ну, давайте. В ходу пиджойны, как многие знают, кто с ним работает, работает только по равно. Поменьше либо равно вообще ничего не работает. То есть мы берем таблицу, в которой миллиард записей, джойним ее на себя по пользователю. После этого из этого отбираем, где у нас время, которое было до, оно меньше, чем то время, которое было сейчас, и отбираем карточку. После этого группируем по той карточке, которую мы сейчас смотрели, выбираем всю историю до. А теперь представьте, что получается. Был у нас пользователь, у которого 50 действий. Мы поджойнили его на себя. Получилось декартовое производение, две с половиной тысячи. Таблица у нас, как мы уже только что сказали, был миллиард действий. Соответственно, таблица раздулась в две тысячи раз. Вопрос, сколько этого времени будет считаться, дождетесь ли вы этого. В общем, вряд ли. Как сделать так, чтобы все посчиталось? На самом деле, что нам нужно? У нас есть конкретный пользователь. Если мы уже в начале первого шага отбросили все хвосты, где у нас там больше 500 действий, то у него всего там 500 действий. Вот написать код на питоне, который берет 500 действий и поэтому выдает нужный нам результат, никакой проблемы нет. Как он примерно будет выглядеть? Мы берем список действий, сортируем его, после этого говорим, идем по этому списку, если пришла карточка, просмотр карточки, говорим, что окей, все действия, которые были до, это наша история, все действия, которые были после, это то, что произошло потом, то, что нам нужно предсказать. теперь вопрос, как эту штуку можно использовать на спарке. На самом деле, очень удобно. Для этого есть user-defined function, UDF. Мы можем сказать, что есть у нас функция, которую мы только что написали, group actions. она выдает на выход такой-то набор параметров. В данном случае она выдает очень сложную структуру. Она выдает ID карточки, которую смотрели, время, когда эта карточка просматривалась, массив истории того, что было до, массив истории того, что было после. Вот, собственно, первое мы определяем history, массив, и после этого говорим время, ID объекта до истории, после истории. Говорим, Spark, вот есть такая функция, сделай, пожалуйста, чтобы я ее мог в SQL использовать. Все. После этого пишем запрос, говорим на пользователя, группируем все его действия, применяем нашу функцию group actions, получаем массив нужной нам информации, разворачиваем этот массив от lateral view, он позволяет как раз массив развернуть в набор строчек. И получаем то, что нам нужно. Соответственно, вычислительная сложность будет абсолютно разумной. Мы единственную сложную вещь, которую сделали, сгруппировали по пользователю. то есть, фактически разок отсортировали эту нашу замечательную таблицу. Все. Даже на самом деле не отсортировали. Итак, что мы теперь научились? Мы разобрались, что у нас в данных есть, и смогли из разных источников эти данные стянуть, и эффективно посчитать выборку. Теперь нам осталось построить модель. Как обычно люди строят модель? Они берут данные, загружают их в Pandas. Что логично сделать, если у нас есть Spark? Да у Spark есть метод 2Pandas. Отлично, берем нашу таблицу, говорим 2Pandas. Что на этом получается? Spark разосно шлепается. Почему? Ну, допустим, у нас таблица была на 100 гигабайт. Тачка, на которой мы там работаем, у нее там 200 гигабайт превратили. Только вот, проблема в том, что, когда мы делаем 2Pandas, у нас есть G-pipe между Python и джавой. У джавы есть ограниченный хипспейс, ну, гигабайт, 2, может, 4. И тупандас пытается выгрузить в джаву вот эти все 100 гигабайт и после этого отдать в Python. Ну, естественно, как бы в джаву оно не лезет. После этого грустный дата-сентист ревет и говорит «Эй, выгрузите мне эти данные локально или давайте что-нибудь посчитаем распределенно или еще что-нибудь и уходит на это кучу времени на самом деле можно очень просто решить эту боль. Самое простое это взять что-нибудь другая таблица что-то стоит? Ну, ладно. Взять и использовать to-local итератор. Значит, чем отличается to-local итератор от to-pandas? А представьте, мы мы же изначально говорили, что у нас такое дата-фрейм. Это распределенная таблица, каждый кусочек это массив строк. Соответственно, to-local итератор берет вот этот один кусочек, выгружает его в нашу джаву и потом уже отдает в питон. Потом берет следующий кусочек. И так проходит по всем. В результате нам достаточно на драйвере Spark столько памяти, сколько весит максимальный кусочек. Не все 100 гигабайт, а, например, если он поделен на 100 кусочков равных, то достаточно одного гигабайта. И тогда мы на нашей тачке со 100 гигабайт оператива получаем все наши данные. Есть еще более прикольный способ. Более прикольный способ это выгрузка напрямую через паркет. Ну, не знаю, кто там года 4 назад работал с Hadoop, но в Hadoop это были такие даже больше, наверное, логи, CIS, V-шки, ничего более такого структурированного. Там не было такие простыни данных, Mopleduce сверху. Сейчас в основном данные в Hadoop хранят в бинарных форматах. Один из них паркет. Ну, детально, наверное, останавливаться, чем отличаться я не буду, но суть в том, что это реально такой большой бинарный файл, в котором хороша типизация, все, что нам нужно, все есть. Как можно выгрузить по-другому данные? Spark умеет сохранять данные в паркет. И Pandas из уже достаточно давно, с помощью, правда, сторонних библиотек, таких как Poero, научился данные из паркета читать. Сохраняем наш dataframe в паркет. Опять же, используем Magic, Magic в данном случае Basha, просто там вытащить данные на локальную тачку. Вытащили, читаем Pandas. Бинго, данные почитались. Единственное, надо обращать внимание, что таблица, если была большая, то у нас получится много фаликов. соответственно, надо будет пройтись цикл, и мы по очереди всех поднять в память. Быстро, просто, удобно, типизировано. Все, что нужно. Также мы решаем вторую задачу. Тот же самый data-centist, который не так давно у нас пытался все выгрузить, и у него Paddle to Pandas, после этого какие-то результаты посчитает и попытается их положить назад в ходу, скорее всего, написав метод Parallelize, взять из локальной памяти и распаралелить. Что произойдет? Он из локальной памяти опять перегрузит в мастер Spark, которому всего 2 гига, он туда не поместится, Spark грохнется. Можем решить так же. Записываем в Parquet, пушим в HDFS, Spark, говорим, вот тут лежат файлики, читаем. Соответственно, давайте теперь посмотрим весь набор лайфхаков, которые были осмотрены, и чего мы получили. Во-первых, что нужно эффективно настраивать Юпитер для того, чтобы все, что нам нужно, было сразу под рукой. Все коннекты, функции, которые мы часто используем, какие-то свои мэджики можно написать. Ну, вот из тех примеров, которые я еще не рассказывал, например, у нас все данные поступают через Kafka, например, у меня всегда под рукой есть функция, которой можно дать топик Kafka и сказать, прочитать оттуда столько-то последних сообщений с помощью Spark. Вот всякие такие вещи, это очень удобно писать. Очень круто используется SQL Magic, потому что если, ну, как правило, когда мы работаем с данным, они все-таки лежат в какой-то реляционной базе данных, там, либо в Hadoop, либо в Kassandra, что-то, что поддерживает SQL, с помощью SQL Magic, Spark, не Spark, Presta, еще чего-то можно эти данные вытаскивать. Круто, быстро, удобно. очень удобно используют всякую визуализацию типа TQDM, для того, чтобы смотреть за прогрессом того, что происходит. Опять же, мы не тупим, не думаем, блин, через сколько же оно посчитается, а примерно сразу представляем, когда будет готов результат. После того, как мы это все дело посчитали, собираем данные с помощью Spark. Мы чуть-чуть поговорили, что собственно такое Spark, чем отличается DataFrame, RDD, и всего прочего. И разобрали кейс с UDF, когда на самом деле, если чуть-чуть подумать и не использовать в лоб решение, вот там, а давайте зафигачим у SQL, который все посчитает, можно сэкономить огромное количество времени и своего, и процессорного, и все быстро вывести. Ну и последнее, это собственно P-построение. Что нам остается для построения? Чтобы не заниматься распределенным изжебустом на скале или, не знаю, маленькими сэмплами, по которым у нас модели получатся фиговые или не выгружать все с ESV, мы можем эффективно поднять данные на большую тачку, построить там модель, про это там есть миллионы разных курсов, которые все наверняка видели, положить результаты назад, ну и все, и заняться ее деплоем. Соответственно, на экономное время мы можем потратить как раз на вот это самое построение модели. Вот, наверное, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо. Работайте с данными эффективно. Так, ну что, вот, есть вопросы. Привет, спасибо. У меня такое не вопрос, а больше интересно. А за сколько у вас выполняется предсказание по времени? Ну вот, я так понимаю, рекомендация, она же в реальном времени идет, то есть какой-то клиент по IP дергает какой-нибудь рекоменд, вы должны ответить, да? Да, по-моему, 150 миллисекунд. О, спасибо. И тоже не существенные тоже вопросы. У Pandas же есть свой метод RedisQL, куда можно передавать connections. Как я понимаю, его не хватает вам для работы? Ну, кажется, что он просто чуть менее удобный, чем то, что есть здесь, потому что, ну, во-первых, когда мы делаем RedisQL, у нас нет замечательной подсветки синтаксиса, точнее, наоборот, в RedisQL она есть, а в Pandas ее нет, он не очень видно сразу. Во-вторых, хотя, нет, ну, может быть, можно и многое другое сделать через эту штуку, но кажется, что просто намного меньше писать. Ну, если написать RedisQL select from trolley, гораздо проще, чем там Pandas поднять какой-то connect, что-то там, потому что у нас у RedisQL уже сразу преднастроено, что мы идем в Presta, Presta уже имеет connect к Cassandra или к Hadoopу, там еще к чему-то, и сразу у него все доступы есть. И еще, аналитики не просили у вас типизацию для серии в Pandas? Ну, вот бывают такие случаи, что человек закладывается, что у него интеджер, потом в серию добавляется none, он становится флотом, а потом еще вот эту строчку засовывает, это становится объектом, и потом, когда аналитик сравнивает серию, у него вдруг ничего не сходится, он говорит, как так, там же должно было быть только числа, и они, вот посмотри, и все нормально. Нет, наверное, такого у нас нет, но все-таки у нас в основном народ данные тянет из табличек, а в табличках данные типизированы. Ну, то есть там сразу все лежит в бинарных, у нас, как правило, в work-файлах в Hadoop, и там сразу все данные типизированы. Ну, по-хорошему завидую. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос, а насколько стало быстрее с UDF-кой, учитывая, что все-таки она на питоне пишется, возможно, там Spark все-таки получше может это организовать? На самом деле в бесконечное число раз, потому что то сквейлинг, который я написал, не выполнится, ну, то есть на большой таблице, но это очень хороший вопрос про, соответственно, UDF-ки, потому что действительно UDF начинает поднимать Spark на каждой ноде. И для некоторых вещей, которые мы делаем постоянно, мы просто пишем UDF-ки на Java, и эти UDF-ки также можно при запуске Spark-ка использовать. Например, очень такая боль, что если есть JSON, а внутри JSON-а есть массив структур, то вот обычно Spark SQL-ем его нельзя разобрать, он так не умеет. Соответственно, есть просто UDF-ка, которая превращает это из строки JSON-а в массив строк JSON-ов. Вот она написана на Java, ее можно использовать внутри Spark-ка, не поднимая Python. Соответственно, другие вещи, также пишем UDF-ку на Java, очень быстро закладываем ее в HDFS, все говорим, вот UDF-ка, поехали. еще вопросы. Так, Паша, по традиции ты можешь выбрать самого лучшего вопрошающего, мы ему подарим книжку. самого лучшего, значит, были вопросы про UDF-вычисления, про скорость ответа рекомендаций, а еще что-то было... Еще про хранение разных объектов. А, про хранение разных объектов. Ну, не знаю даже. Ну, давай рандомом. Ну, хорошо, давайте про хранение разных объектов. Спасибо. Спасибо.